МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ее ученики поют на сцене Большого театра и на других известных сценических площадках. В 44 года преподаватель вокала школы искусств Лира Станицы Зеленчукской Людмила Трофименко учит своих воспитанников мастерство вокала. Сегодня она гость нашей утренней программы. С ней беседует моя соведущая Была Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Людмила Викторовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Людмила Викторовна, вот совсем недавно в Архазе прошел такой большой галоконцерт, в котором принимали участие очень известные певцы, в том числе солист Большого театра Александр Миминашвили. Насколько я знаю, это ваш ученик. Много ли у вас таких талантливых воспитанников? Именно в этом концерте участвовали шесть человек всех возрастов. Они все солисты ансамбля «Мадригал». И эти ребята не остановились, а продолжили обучение. Закончили не только среднее учебное заведение специализированное, но и высшее. Саша Миминашвили закончил ГИТИС. То есть это все ваши ученики? Это все были, только мои ученики. Саша Миминашвили закончил ГИТИС в классе Бертмана и пел у него в «Геликон-опере». Он был в проекте «Канала культура», самый первый проект «Большая опера». Вот он участвовал. Мы все не отходили от экрана, все это смотрели. Ваш стаж педагога, преподавателя уже 44 года. В чем вы находите вдохновение? Да, наверное, живут в этих же детках. Вы понимаете, что у меня сейчас уже их 40 человек. Постепенно все разрастается. Глядя на своего Костя Осипова, который уже во Флоренции в оперном театре побывал. Глядя на моих деток, которые... Хахелев Данил. Вот за этот год он семь конкурсов. Вот вы сегодня привезли кубки. Да, но это кубки только ансамбля. А мои мальчики, которые стали лауреатами, они боролись... Вот видите, кубок здесь. Мы боролись за участие в открытии Чемпионата мира по футболу. И мы были на этом открытии в Ростове. Людмила Викторовна, вы руководите ансамблем «Мадригал». Ежегодно ли пополняется ваш коллектив новыми талантами? Мне даже теперь уже приходится не один «Мадригал», который 40 лет уже живет. У меня теперь еще музыкальный театр. То есть я не останавливаюсь на том, что выучили песню, вышли, просто статично спели и все. Обязательно мы все обыгрываем. Я пропускаю это через сердце детей. Они обязательно должны это прочувствовать каждой клеточкой. Мы поем песни о Беслане. Дети, пока это выучат, они плачут. Мы поем песни Петра и Феврония. Они проникаются XIII веком. Мы поем молитву о мире. Вот мы в Останкино, в Москве, пели молитву о мире и нам браво кричали. Мы призывали, что люди всех национальностей должны жить в мире и согласии. Ну что же, мне остается поблагодарить вас за участие в нашей программе и, конечно, пожелать вам здоровья и успехов в дальнейшей работе. Спасибо огромное, Абылочка. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11.45 с ведущим Ажемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. До завтра. Старики говорят, раньше все было по-другому. И трава зеленее, и солнце ярче, и продукты вкуснее. Продукты «Горянка» все такие же вкусные. Потому что «Горянка», как прежде, все делает с любовью и заботой о своих близких. «Горянка» – там, где еда вкуснее. С 4 августа в новом Кисловодском церкви незабываемая шоу-программа «Фиеста». Мама, папа, мне известно. Мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется. Продолжение следует... Продолжение следует...